Ну что, друзья, как прошел ваш вечер пятницы? Надеюсь, он был таким же насыщенным и интересным, как и прошедший игровой день в NBA. 10 матчей с большим количеством интриги, интересных моментов и новостей. Так что располагайтесь поудобнее, сейчас мы все вам расскажем. А за это мы попросим скромную плату, подписаться на канал и прожать кнопку лайка. Хорошая сделка, как думаете? Ну что, поехали? Когда две крутые защитные команды сходятся на одной площадке, мы получаем зрелище для настоящих эстетов баскетбола. И встреча Миннесота Орландо не стала исключением. Впрочем, начало матча получилось крайне неожиданным. Мэджик забыли, что такое играть от обороны и получили в свое кольцо 38 очков и минут 12 к концу первой четверти. Особенно старался Руди Габер, который набрал 11 очков и за счет грамотных действий заставлял соперника на себе фолить. Всего сегодня француз набрал 22 очка и 16 подборов, центровым определенно стоит считаться. Пауза пошла, Мэджик на пользу, поняв в чем проблема, они забетонировали зону около трехсекундной чем можно, тем самым открыв дугу для волков. Если дают, бери. Миннесота попалась на эту ловушку и реализовала лишь 3 из 12 из-за дуги. А тут еще Эдвардс получил повреждение и был вынужден временно покинуть паркет. Итого к большому перерыву разница составляла всего лишь 5 очков в пользу хозяев. Большой перерыв и вот уже Миннесота меняет свой геймплан, делая ставку на своего лучшего шутера, Карла Энтони Таунса. Оставлять его на дуге Мэджик не решались, потому раз за разом были вынуждены ломать свою зону, чем остальные игроки Team World активно пользовались. Хозяева забирают контроль над матчем, но судьба его будет решаться лишь в следующей четверти. Орландо, понимая ситуацию, идут ва-банк и говорят своим форвардам мчаться на любой подбор. Лучше всех эту установку понял Джонатан Айзек, который забрал 7 отскоков и при этом феноменально защищался индивидуально против каждого из оппонентов. Мы в клатче, господа? Оборона волков уже трещит по швам, чем раз за разом пользуются баскетболисты Мэджик. Миннесота же все еще пытается найти свою удачу на периметре, но без особых успехов. Лишь 2 из 10. 10 секунд до конца встречи. Атака Орландо. Банкера заманивает Макдэнилса конфеты в виде мяча, обводит того, как ребенка изящным флоутером делает плюс 4. Ответом от Миннесота. Эдвардс получает мяч, но Паола мешает сделать хороший бросок. Мимо цели. 108-106 в пользу Мэджик. Заслуженная победа. Перемещаемся в столицу США, где местные Wizards принимали горячих парней из Майами. Кид пусть и смогли прерывать свой стриг поражений еще в прошлом матче, все еще набирают оптимальные кондиции, чем Вашингтон и мог воспользоваться. Первая половина прошла с небольшим преимуществом хозяев. У обеих команд сегодня не летели дальние броски, из-за чего вопрос о победителе звучал примерно так. Кто выиграет борьбу за щит, тот и будет на коне. В Майами это услышали и делают рывок в третьей четверти 31-15 усилиями Бэма Адыбая, набравшего сегодня свой 25-й дабл-дабл в сезоне. 20 очков и 14 подборов. В конце матча Wizards оформили рывок 18-4, но было уже поздно. 110-102 в пользу Майами. Неужели мы наблюдаем начало серии побед для флоридцев? Мало кто ожидал интриги от встречи Клиперс и Пистонс, все-таки уровень команд слишком разный. Но кальфорнийцы вошли в матч немного расслабленными, чем сразу воспользовался Детройт, а отрыв плюс 14 уже в первой четверти. Можно было бы помечтать о победе для андердога, но Лос-Анджелес не та команда, которая будет заниматься благотворительностью. 109 набранных очков в последующих трех четвертях с реализацией под 60%. Особенно постарался Кавай 33 очка, 4 подбора и 3 асиста. Итоговый счет 136-125, Клиперс пусть и с трудностями, но забирают эту встречу. Отдельное поздравление Расселу Уэзбруку, который в этом матче достиг планки 25 тысяч карьерных очков. С юбилеем, Расс, верим, что это далеко не твой предел. Табунис и Фокс, обозленные на непопадание в заявку на МВЗ, были полны желания доказать всем ошибочность такого решения. Не повезло Индиане, которая и попала под горячую руку. Калибертон хотел бы ответить на этот вызов, но его продолжает мучить травм подколено у сухожилия, из-за чего его выпускают лишь на ограниченных минутах. А тут еще Тернер со Смитом пропускали встречу, из-за чего позиция центрового у Пейсер заметно пустовала. Впрочем, это не помешало командам показать крутой баскетбол. Первая четверть, закончившаяся 39-38 в пользу Индианы, стала аперитивом перед основными блюдами. И сегодня ими стали индивидуальные выступления звезд. Выделяем очередной дабл-дабл Сабониса, 26 очков, 11 подборов и 7 передач. Не забудем и про Фокса, добавившего к своим 25 очкам 6 перехватов. Со стороны Пейсерс на это пытался ответить Матуре, но даже 31 очко от него не спасло команду от поражения. 133-122 в пользу Кингс. Надеюсь, эксперты убедились, что кого-то из Сакрамента на МВЗ надо было забирать. Дуэль за Йона и Виктора интересная вывеска, которая не совсем будет честной. Если Сперс в нынешнем виде еще можно назвать командой, зависящей от Вембаньямы, то Пейликанс в этом плане куда более свободны от выступления своих отдельных лидеров. Если, конечно, все из них не провалятся одновременно, что мы с вами и могли наблюдать в первой четверти. Пока гости пытались освоиться на чужой площадке, хозяева раз за разом находили удобные позиции матчапа, через которые наказывали соперника. Особенно старался Дэвин Васселл, эту игру он точно может записать себе в актив. 28 очков, 3 подбора и 3 передачи. Остановить нападение Сан-Антонио у нового Орляна не получалось и во второй четверти. Да и как это сделать, когда Виктор в Эмбаньямы попадает такие броски? Ицхим, господа и прекрасные дамы. Во второй половине Пейликанс наконец-то смогли наладить атаку. Рецепт оказался прост, давив трехсекундную через Зайона и Йонаса, а они уже там сами разберутся, что делать. Разобрались? У Уильямса на сегодня 33 очка, 8 подборов и 4 асиста. Но а кто успер способен помешать был ему? Как оказалось, никого тут и нет. Переносимся в четвертую четверть, где нервы уже наколены до предела. Никакой тактики, только голые таланты и индивидуальное мастерство решают отдельные эпизоды. Вот Дэвин после того, как отработал в защите, запускает в отрыв Дре Джонса. А здесь уже Сиджай Макколом за минуту 30 оставляет неудел французского вундеркинда. Минуту 0,8 пикингрол от ноб Зайон уже не видит препятствий, но он не замечает горшок от Виктора в Эмбаньямы. Дэль все еще не окончена, Уильямсон хочет отомстить и получать для этого возможность минус 1 для гостей. Сперс пытаются закрыть этот матч, но их атака захлебывается. Все это превращается в контратаку Пеликанс. Зайон выходит 1 в 3. Чем же это закончится, этого лидерства за 4 секунды? Настоящий триллер в концовке. Мяч у Дэвина, треха на победу летит и это... Дальняя душка. Американский бургер сегодня оказался вкуснее французского круассана. 114-113. У меня к вам вопрос, друзья. Сколько чемпионств в ближайшие 5 лет смог бы забрать дуэт Зайона и Виктора? У меня есть ощущение, что как минимум один. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях. Кто-нибудь, объясните мне, как это работает. Рокетс в Тойота Центр выглядит так же мощно, как Бостон в Тиди Гардене. Сегодня на себе это проверили Репторс, получивший 37 очков в свое кольцо уже в первой четверти. По итогу канадцы смогут выиграть лишь последнюю 12 минутку и то лишь с разницей плюс один. Лучшим игроком встречи называем Эльперена Шингюна, набравшего 24 очка, 13 подборов и 8 передач. По итогу 18 победа Хьюстона у себя дома. 135-106. Торонто таким результатом не должно быть расстроено. Ребилд уже стучится в двери этой франшизы. Чувствуете это? Кажется, где-то рядом пахнет наградой MVP. Об этом поговорим в других видео, а пока переносимся в матч Оклахома-Сити против Шарлот. Я бы очень хотел вам рассказать об интриге и крутых камбэках, но не могу. 39-19 в пользу Тандер уже в первой четверти. Добивающая вторая 12 минутка 34-23 и вопрос о победителе снят заранее. Лучший игрок матча Шей Гилджес Александр, который продолжает свою серию с 30 плюс набранными очками. Сегодня у него 31 очко, 9 передач, 5 перехватов и 3 блокшота. Пишите в комментариях, достоин ли Шей получить в этом сезоне награду самого ценного игрока. Если что, пока что он пропустил лишь одну игру. Мэмфис, который уже не обозначает борьбу за победы в этом сезоне, принимал у себя дома Golden State, которому эти победы нужны как воздух. Стефан Карри свайпает вправо и получает идеальный матч. Сам Стеф сегодня решил взять небольшой отдых от лидерства и позволил своим партнерам сделать за него грязную работу. Больше всех старался Куминга, 29 очков, 6 подборов и 4 передачи. И кстати, он до сих пор получает больше всех игрового времени. Разговор с Кером был не напрасным получается. С таким настроем итог матча не удивляет, 121-101 в пользу клуба из Сан-Франциска. Кризли все ближе к высокому пику, а Уориорс к зоне плей-ин. Но успеют ли обе стороны достигнуть своей цели до конца регулярки? Давайте честно. Вы смотрите на вывеску Портланд-Эдвер и думаете, что матч прошел в одну калитку. Частично я вас понимаю, однако Трейлблейзерс подошли к этой игре на серии из двух побед, причем хлопнули они Филадельфию и Миллоуке. И кажется, при чем тут риверс? Ну да ладно. Наггетс бодро начинают матч и забирают лидерство плюс 13 по итогам первой четверти, однако во второй Портланд сокращает его до плюс четырех. И тут я вынужден сказать шокирующую новость. Скут Хендерсон провел крутой матч. Вы не ослышались на счету разыгрывающего 30 очков при 8 из 15 с игры. Объяснить такое можно лишь Марсом в Юпитере, но суть это не меняет. Портланд могли забирать победу, если бы не одно но. Никола Йокиш, 15-й трипл-дабл в сезоне, с 27 очками, 22 подборами и 12 передачами. Там и Джамал Мюрой мог трипл оформить, но не хватило одного подбора. Мог бы поделиться Никола? Такими перформансами итог матча не мог быть другим. 120-108. Действующий чемпион одерживает верх. Тема матча всех звезд нас до сих пор не отпускает. Почему Янг не был выбран, вопрос справедливый, но не в нашу сторону. Сам же Трей сегодня был настроен доказать свою состоятельность, правда против Феникса легко это сделать не получится. Баскетбол высоких достижений? Так сегодня можно описать игру Хоукс и Санс. Правда в таком баскетболе не нашлось места защите, но кому какая разница? В первых трех четвертях обе команды на рады зрителям стабильно набирали 30 и более очков. Доль главных звезд команд стала украшением этой встречи. С Кевин Дюрент в подобных матчах чувствует себя максимально комфортно и цифры это подтверждают. 35 очков, 8 подборов и 8 ассистов. Мы можем обвинять Киди в чем угодно, но не в плохой игре. Трей принял этот вызов и принял его с честью. 32 очка и 15 ассистов. Кто-то скажет, там было еще 7 потерь. Ну да. На что я отвечу, там было 7 из 11 из-за дуги и 3 перехвата. Еще один достойный перформанс от достойного разыгрывающего. Делить игру на эпизоды смысла не имеет. Соперники поочередно забирали друг у друга преимущество, словно играли в горячую картошку. Вопрос здесь был лишь один. Кто сможет создать положительный перевес к началу клатча? Последние четверть команды понимают ответственность момента и теперь начинают более старательно отрабатывать в овороне. Но принесло ли это успех? Нет, нет и еще раз нет. Хоукс заходит в четвертую четверть с разницей плюс 5, но Санс находит способ перекрыть кислород Янгу. Неужели это все для хозяев? Нет, вы про кое-кого забыли. Дежонте Мюррей АК доступен для обмена, набирает 13 очков в решающую 12 минутку. Феникс усилиями Дюренте переносит игру в клатч, но Атланту здесь уже не остановить. Решающее владение за Дежонте Кейди старается отоброняться, но не поспевает на ногах. В 129-120 Хоукс забирает столь важную победу на своем паркете, ну а Янг еще раз доказывает, что эксперты могут ошибаться. Что могу сказать? Не завидую я тем, кто не смог посмотреть сегодня хотя бы одну встречу. Настоящее пиршество клатчей, крутых индивидуальных перформансов и с ног шибательных хайлайтов. За это мы и любим НБА. Завтра нас ждут 6 матчей, поэтому обязательно подписывайтесь на наши соцсети и ставьте лайк, если вам нравится наш формат ежедневных обзоров. Ну а я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания и услышимся на All About NBA.